В Вашингтоне ищут таланты. Нужны люди высококвалифицированные, с опытом, хорошей репутацией, но самое главное лояльные президенту Трампу. Это, как выясняется, редкий набор качеств. В том же госдепе десятки кресел продолжают пустовать. На этот раз разыскивается кандидат в министр юстиции США. Место стало вакантным после того, как должность генерального прокурора по просьбе главы государства покинул Джефф Сэшнс. Вот так его провожали накануне коллеги. Уходящему, а точнее уволенному Сэшнсу устроили, как вы видите, овации. Сегодня выясняются подробности отставки. До начала вчерашней пресс-конференции главы государства руководитель его аппарата Джон Келли позвонил Сэшнсу и попросил прислать письмо с просьбой об отставке. После чего это самое письмо было составлено. В тексте все очень мягко и достойно никаких претензий. В своем твиттере Трамп сказал Сэшнсу спасибо за работу, но той стороны попытались обойтись без резких движений. Одновременно очевидно же, что отношения между теперь уже бывшим министром юстиции и президентом далеки от дружеских. Достаточно сравнить прощание Трампа с послом США вон Ники Хейли, чтобы понять, как хозяин Белого дома говорит и держится, если от него уходит ценный, по мнению самого Трампа, сотрудник. Что дальше? На пост генерального прокурора прочит бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, а также бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Он сейчас работает как раз у Дональда Трампа юристом. И прочит также генпрокурора Флориды Пэм Бонди. О них со ссылкой на источники в администрации написали ABC и CNN. Фаворитом оба телеканала называют именно Криса Кристи. Впрочем, не в первый раз. Кристи называли будущим министром юстиции еще в 2016 году. До избрания губернатором Крис Кристи как раз возглавлял прокуратуру Нью-Джерси. Крис Кристи считался одним из самых верных сторонников Дональда Трампа. Но именно он, Кристи, стоял за расследованием в отношении, внимание, Чарльза Кушнера, отца Джареда Кушнера, мужа Иванки и советника президента США. Так вот, именно Крис Кристи отправил отца Джареда Кушнера за решетку почти на два года за уклонение от уплаты налогов. Попытки помешать следствию и нелегальные пожертвования в штаб демократической партии. В 2016 году, когда Кристи не получил должность генпрокурора, многие эксперты сошлись во мнении, что на Трампа повлиял обиженный зять. Но самым главным претендентом на пост генерального прокурора Соединенных Штатов, вашингтонские эксперты называют помимо Криса Кристи еще и сенатора Линдси Грэма. Из всех перечисленных выше людей Грэма первым пригласили на беседу в Белый дом и встречал его сам Дональд Трамп. Сегодня эта беседа состоялась. Впрочем, стоит напомнить одну деталь. В 2017 году республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм говорил, что Трамп, цитата, «дорого заплатит, если уволит генерального прокурора». Позже Линдси Грэм сменил свою позицию, стал гораздо мягче, даже высказывался в том духе, что господин Сэшнс потерял доверие президента. Но вот, судя по всему, Трамп, теперь уже Линдси Грэм считает, не будет платить дорого, а может быть даже и получит себе вполне верного министра юстиции в виде действующего сенатора. Кого выберет президент еще пока неизвестно, но генпрокуратурой сейчас на данном этапе временно управляет бывший глава аппарата Джеффа Сэшнса Мэтью Уитакер. И тут начинается самое интересное. Демократы в Конгрессе уже требуют, чтобы исполняющий обязанности министра поступил так же, как и его предшественник, то есть взял самотвод от курирования дела «Раша Гейт». Если кто забыл, «Раша Гейт» — это бесконечная эпопея о предполагаемых контактах избирательного штаба Трампа с Кремлем. По мнению того же, например, Чака Шумера, сенатора от штата Нью-Йорк, Уитакер не может заниматься столь чувствительным делом с учетом его, Уитакера, отношения к расследованию. Давно известно, что бывший глава аппарата Минюста крайне негативно относится к делу о связях президента США с Россией и считает его надуманным. Еще год назад в колонке для CNN он написал, что если спецпрокурор Мюллер в рамках «Раша Гейт» решит расследовать финансовые отчетности семейства Трамп, то это еще больше усилит подозрения о том, что «Раша Гейт» — сплошная охота на ведьм. Вичхант. С нами на связи сейчас Марк Помар, политолог, или помар, как правильно, наверное, вы меня поправите, Марк, старший научный сотрудник Института Клеменса по национальной безопасности. Здравствуйте. Добрый день. Как лучше, помар, наверное? Помар, да. Ударение на первый слог. Первый слог. Большое вам спасибо, что вы присоединились. Ну вот смотрите, отставка Сэшнса не стала неожиданностью ни для кого, поэтому давайте подумаем, кто может быть ему заменой. Как считаете, на кого вы делаете ставку? Ну я думаю, что я бы начал с того, что решение было сделано в какой-то степени, потому что демократы победили на выборах в Палату представительствий. Так что Трамп принял это решение, я думаю, в первую очередь, чтобы себя защищать. Не забывайте, что он, очень неправильно, но считал, что генпрокурор как бы его адвокат, который должен его защищать. Это его слова. Не понимая, конечно, что ответственность генпрокурора, в первую очередь, выполнять законы американские, поддерживать Конституцию. Так что я думаю, он будет выбирать человека, который он считает лучше всего будет его защищать в Конгрессе, если будут, так сказать, слушания, которые могут привести к импичменту. То есть я думаю, что его выбор будет связан с человеком, который может его лучше всего представлять в Конгрессе, где будут, безусловно, будут слушания, будут, безусловно, исследования. И поэтому, я думаю, тут, скорее всего, может быть бывший или сегодняшний сенатор, который может лучше, так сказать, найти общий язык с Конгрессом. Вы имеете в виду Линдзи Грэма? Я это в первый раз слышу, но вполне возможно, что это бы ему помогло. Да, вы знаете, о Линдзи Грэме сейчас мало очень говорят в американских СМИ. Это мы, скорее, сейчас пытаемся спекулировать, потому что, например, ну вот Ариэль Коэн у нас в эфире как-то заявил, что он считает Грэма наиболее вероятным кандидатом, поскольку он очень лоялен Трампу. Особенно в последнее время. Он очень активно и очень однозначно поддерживает президента, в том числе в крайне чувствительных для Дональда Трампа вопросах. А если не он, то, допустим, Крис Кристи, о котором сейчас пишут и CNN, и ABC News. Крис Кристи, насколько вероятным вам кажется? Ну, я думаю, вы правильно подметили, что он все-таки посадил отца Джареда Кушнера в тюрьму. Так что, я думаю, тут, безусловно, это тоже сыграет какую-то роль в выборе окончательном. Но тоже нужно учесть, что человек должен иметь какой-то авторитет в Конгрессе. Я не знаю, насколько у Кристи этого это будет. Скажите, Марк, ну, вы говорите, что президенту нужна поддержка и даже некоторая защита от конгрессменов, демократов, которые сейчас в большинстве пришли в Палату представителей. Есть ли у вас ощущение, что их угрозы, точнее, обещание начать расследование в отношении Дональда Трампа, его связи с Россией и прочее, они всерьез могут создать проблемы президенту? До какой степени эти проблемы могут дойти? Ну, тут трудно, конечно, судить, пока мы не получим отчет Мюллера. Отчет Мюллера является основой, на котором будут, в общем, базироваться все дальнейшие решения. Я думаю, что в первую очередь Конгресс потребует, чтобы окончательный полный текст исследования Мюллера будет общеизвестен. То есть тут проблема будет, мне кажется, в основном, если новый генпрокурор или Министерство юстиции постарается или отредактировать этот отчет, а или его просто не даст общий обиход, то есть мы не будем знать, что в нем написано. Тогда будут, безусловно, проблемы возникать. Я поняла вас. Вы согласны с мнением, Марк, что главной ошибкой генерального прокурора Сэшнса стал тот самый самоотвод от курирования Раша Гейт? Я считаю, что самоотвод был абсолютно правильным с его точки зрения. Он должен был по закону это сделать. И он правильно поступил и за это расплатился, потому что президент Трамп как раз не понимает и не учитывает законность этих действий. Я думаю, что тут еще один очень важный момент. Вместо того, чтобы передать министерству Розенстейн, который, в общем, должен как зам вступить, он его обходит. Я думаю, то, что он обходит Розенстейна, который, в общем, отвечает за исследование Мюллера, показывает, насколько Трамп боится того, что может выйти из этого исследования. Смотрите, вот отдельное расследование конгрессменов, которое они планируют все-таки провести, оно будет как бы параллельно вестись с делом Раша Гейтса. О чем оно будет конкретно? Как вы думаете, если мы могли бы сейчас попробовать, ну, предположить, да, что это будет? Это будет финансовая деятельность президента? Это будет какая-то, не знаю, финансовая заинтересованность в России? Или что? Я думаю, что в первую очередь Конгресс просто потребует, чтобы отчет Мюллера был выложен полностью. Судя по тому, что будет в этом отчете, тогда могут быть последующие слушания, исследования, зависимо от того, что будет написано в этом отчете. Пока отчет не будет закончен, никаких, я думаю, конкурирующих исследований не будет. Я думаю, это было бы ошибкой. Нужно провести то, что делается профессионально, правильно и по закону. Ну, вот я просто не могу понять и не могу даже представить себе, когда этот отчет Роберта Мюллера будет опубликован, с учетом того, что он так долго, так долго составляется и так долго ведутся какие-то детальные изучения тех или иных аспектов. Вот я на самом деле сегодня считала, что Дональд Трамп уже даже готов дать письменные ответы Роберту Мюллеру, куратору, точнее не куратору, а руководителю дела Раши Гейт. Как считаете, если Трамп эти ответы даст, например, в письменном виде, это будет ему на пользу или все-таки нет? Трудно сказать. Я думаю, что скорее письменно лучше, чем... Конечно, он может быть и устно это сделает, но скорее всего, если он будет устно говорить, то он наговорит гораздо больше, чем он бы хотел сделать, и его адвокаты не смогут отредактировать. Так что я думаю, скорее будет в письменном виде. Но я думаю, что здесь ошибка, что не забывайте, что Мюллер очень последовательный человек, очень придерживается не только закона, но и традиции. И он же сказал, что до промежуточных выборов он не будет выставлять никакую информацию, которая может как-то повлиять на эти выборы. Поэтому то, что последние два месяца мы ничего не слышим об этом исследовании, это вполне нормально и вполне закономерно. Я думаю, что, как я понимаю, отчет пишется, насколько он будет готов, я не знаю, но я думаю, что в ближайшем будущем, скорее всего, он будет закончен и будет представлен. Что я лично считаю, у меня нет никаких на это сведений, но я думаю, что очень много будет всяких для Трампа неприятностей в этом отчете. Будет это финанс, или будет это больше связи с Россией. Но я думаю, что он боится информации, которая из этого будет. Это мое личное, так сказать, мнение. Он боится импичмента, Марк? Нет, я думаю, что импичмента он как раз не боится, потому что ему это пойдет... Не забывайте, что импичмент проводит в Сенат. В Сенат, скорее всего, это непривидимо. А начать процесс импичмента, наоборот, будет играть на его руку. То есть он сможет, так сказать, это же... Говорит, вот на меня нападают, я такой, и это ему... Даже, я думаю, в какой-то степени ему даже бы это понравилось. Он может тогда еще больше расколоть страну. Так что я думаю, он этого не боится. Два года пройдут относительно быстро. Я думаю, чего он боится, это что могут его призвать после его срока президента, и тогда его судить. Вот этого он боится. Ясно. Большое спасибо. Очень-очень интересный прогноз. Да, Марк, простите? Он не стал подсказать закон, тогда ему это придется за это отвечать после. Ясно. Марк Помер, политолог, старший научный сотрудник Института Клеменса по национальной безопасности. Благодарю вас, было очень интересно с вами беседовать. Спасибо. Всего доброго. И сейчас у нас на связи экономист Сергей Алексашенко, эксперт Института Брукинса в Вашингтоне. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Кагин. Спасибо большое, что присоединились, и простите за некоторое ожидание. Сергей, главная интрига сейчас в том, как будут вести себя временные ИО, исполняющие обязанности Уитекера и будущие министры юстиции, пока мы не понимаем, кто это будет, в деле Раша Гейта. Давайте попытаемся спрогнозировать. То есть может ли наступить момент, когда расследование просто будет заблокировано, например? Конечно, может. И, собственно, господин Уитекер некоторое время назад, когда давал интервью по этому вопросу, сказал, что все очень просто. Нужно просто прекратить выделять деньги. Расследование господина Мюллера финансируется из бюджета Министерства юстиции. И генпрокурор в состоянии это сделать. Тем более, что если генпрокурор Сэшнс, он отстранил себя как бы от руководства, взял самоотвод, по-русски говоря, от контроля за делом, за работой спецпрокурора Мюллера, то исполняющий обязанности господин Уитекер, он не видит конфликта интересов. Он сказал, что я буду контролировать работу Мюллера. Поэтому он может это сделать. Вопрос, хватит ли у него такой политической смелости, потому что очевидно, что это взорвет бомбу в отношениях палаты представителей демократической и администрации Белого дома. Но, может быть, это самое лучшее с точки зрения Трампа время, потому что выборы состоялись, теперь можно идти на некоторые политические риски, и взорвет он ситуацию, потом она как-то сгладится. Поэтому... Ну, Кать, мы здесь вступаем в такую территорию, совершенно неизведанную психологически, чего там хочет Трамп. Мне кажется, что он все-таки хочет, чтобы это расследование побыстрее закончилось, а паулькали какие-то результаты. Потому что все-таки ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Из того, что спецпрокурор Мюллер выдал до настоящего времени, в общем, никаких обвинений в адрес Дональда Трампа или его родственников придумать невозможно. Да, конечно, было что-то найдено, там даже члены штаба Трампа привлечены к ответственности. Но все это не касается... Нет, не установлены пока никакие связи команды Трампа с Россией. И, в общем, лично на Дональда Трампа пока к нему никаких обвинений нет. Мне кажется, что он хочет все-таки поставить точку в этой игре. И, конечно, в какой-то мере играет на обострение. Пойдет ли он до конца? Вы знаете, на самом деле, нужно понимать, что Сенат сегодня под контролем республиканцев. И очевидно, что практически, наверное, любая кандидатура, которую предложит Трамп на пост генпрокурора, она, скорее всего, пройдет. Да, с другой стороны, господин Уитакер, будучи исполняющим обязанности, он вообще ничем не связан. Ему не нужно ждать сенатского утверждения. Он может, что называется, вытворять все, что ему придет в голову, и при этом не нести, ну так, всерьез никакой ответственности. Но остановит на пару месяцев, на три месяца финансирования Мюллера и команды. Да, Трамп подождет три месяца с назначением нового генпрокурора. Ну, всякое может быть. То есть пространства для игры много, но сколько, вот насколько остро, нужно ли Трампу идти сейчас на обострение, тем более, что он там вчера сделал некие, ну, доброжелательные выпады, да, или, там сказать, послал как месседжи, сигналы в адрес, ну, будущего лидера большинства. Большинство в Пелосе, да, что, дескать, давайте выстраивать отношения, что мы от вас зависим, вы посмотрите на нас, вы посмотрим на вас, ну, типа, мир, дружба, жвачка. Да. Да, поэтому вот нужно ли ему совсем вот сейчас взрывать атомную бомбу в этом вопросе, я не уверен. Просто же к Сэшнсу у него были претензии уже достаточно длительное время. Главная претензия, что он не хотел быть лояльным, показно лояльным. Трамп, в первую очередь, смотрит на такую, на показную лояльность. Ну, вот я бы тут, если позволите, все-таки возразила вам, Сергей, потому что, исходя из того, что мы видели в последнее время, да, Джефф Сэшнс все время произносил слова и писал, например, колонки для тех же либеральных некоторых изданий, где он очень хвалил президента, где он говорил, что я действую в соответствии с курсом президента. Более того, например, Джефф Сэшнс, если вы помните, а вы наверняка помните, стал лицом этой совершенно чудовищной политики нулевой толерантности. Он сам же ее запустил, сам же он был главным спикером, когда разделяли родители с детьми на границе с Мексикой. И казалось тогда, что это, знаете, такая попытка схватиться за соломинку и надежда, что Трамп вот сейчас это увидит, эти усилия его не уволят, нет? Да, все правда. И действительно, да, даже в самом начале президентства Трампа, Сэшнс горячо выступал посторонником вот этой политики в области эмиграции. Но все-таки для Трампа вот лояльность, или там, скажем, нелояльность, вернее говоря, Сэшнса проявилась в его отношении с Рашингейтом. То есть когда он изначально сказал, что я не буду наблюдать за этим расследованием, взял самоотвод, вот, это для Трампа было предательством. Это для Трампа было предательством, ну как так, как ты посмел это сделать? Да, и мне кажется, что вот я повторюсь, да, разговор о том, что Сэшнс уйдет в отставку, они шли последние три месяца, в общем, точно так же, как Мюллер не хотел публиковать никакие окончательные, там, близкие к окончательной версии доклада до промежуточных выборов. В общем, все говорили о том, что после промежуточных выборов, скорее всего, Сэшнс уйдет. Поэтому мне кажется, что вот то, что он делал там в последние недели, в последние там пару-тройку месяцев, уже было поздно. Трамп принял это решение достаточно давно, и, в общем, он не тот человек, который готов его менять. Ну вот вы говорите, что все понимали, что уволят Сэшнса, а сейчас вот у нас, например, Марк Помер только что сказал, что в ближайшее время еще и, скорее всего, Роберт Мюллер опубликует то самое, ну или, по крайней мере, предварительные какие-то данные пресловутого «Раша Гейт». Как вы думаете, исходя из того, что мы сейчас наблюдаем в этом докладе, будет что-то все-таки прямым образом, вы уже коснулись этой темы, но, тем не менее, еще раз спрошу, прямым образом связывающая Дональда Трампа с Кремлем, скажем так? Ну, Екатерина, я могу делать только предположение, только на основе... Да, абсолютно, мы пока шпекулируем. ...известно, да? То есть господин Мюллер, он уже бывший директор ФБР, и он умеет хранить молчание, умеет не разглашать факты, если он считает это нужным. И мы можем строить предположение только относительно того, что уже вышло в прессу. Вот, исходя из тех материалов, которые имеются сегодня, исходя из тех обвинений, которые сегодня предъявлены, мне кажется, что никаких обвинений в адрес Трампа и его ближайших родственников сделано не будет. Но будут сделаны какие-то, будут какие-то предъявлены обвинения, наверное, кому-то из окружений? Да, мы не знаем, возможно. Хорошо, да, ну то есть посмотрим. Какие-то слова о неосторожности, что вот там были неосторожные фразы, не совсем правильные поступки, но речь же идет на самом деле, было или не было уголовное преступление. Сговор. То есть ведь он расследует не этическую сторону вопроса, правильно или неправильно, политкорректно или неполиткорректно выражался Трамп. Он расследует юридическую сторону вопроса. Было ли нарушение американского закона, сотрудничал ли штаб Трампа, непосредственно Трамп и члены его семьи с иностранным правительством в ходе предвыборной кампании или нет? Вот мне кажется, что все-таки пока из того, что мы знаем, ответ нет. Обратите внимание, Сергей, что вот в этой предвыборной кампании было очень мало разговоров о российских хакерах, хотя до нее, до начала финального этапа кампании разговоры велись, и более того, очень многие предупреждали, что Россия прямо сейчас вмешивается в наши выборы 2018 года, а вот как-то в сам момент голосования и до него, там за несколько недель, разговоры прекратились и как-то вот они сошли на нет. Значит ли это, что Россия перестала вмешиваться, или это значит, что совершенно не до России сейчас американским политикам? Как вы это оцениваете? Ну, я расцениваю это, знаете, как оба ваши утверждения имеют право на существование. Мне кажется, что, во-первых, надо говорить о том, что все-таки, несмотря, что выборы идут в федеральный конгресс, да, и в Сенат, и в Палаты представителей, повестка дня выборов, она локальная, да, и вот на каждом избирательном участке, в каждом избирательном округе идет борьба между кандидатами, которые обсуждают между собой внутренние проблемы этого округа, и как их решать. И там национальная повестка дня не присутствует, и там, ну, условно говоря, возьмите Массачусетс, штат, да, там все члены Палаты представителей от этого штата демократы, а губернатор-республиканец. Да, или в Нью-Гэмпшире, та же самая ситуация. То есть, на самом деле, вот там человек, который лучше разбирается в местных проблемах, готов предложить лучшее решение, он получает поддержку. И в этой, ну, вот, не хочу сказать, что в мутной воде рыбку тяжело ловить, но, в принципе, вот в такой ситуации очень тяжело разобраться, даже если бы там Россия хотела как-то вмешаться, то не очень понятно, в чью пользу и как нужно работать. Во-вторых, мне кажется, что все-таки вот эти вот расследования, которые прошли в последнее время, и вот то обвинение, которое Мюллер выдвинул в адрес 13 грушников, которые, ну, собственно, были хакерами и вскрывали американские системы, и, ну, вот фактически вскрытие там всей сети российских грушников за границей, ну, или почти всей сети, да, это, конечно, создало свои проблемы в работе этой организации, и я думаю, что, в общем, тоже сейчас стало немножко не до Америки. Вот, и, собственно говоря, Трампу, он тоже говорит, что мне не нужно сейчас идти на обострение с Россией, что главная угроза сегодня это Китай и это Иран, и я на этих двух направлениях буду концентрировать свои усилия. И поэтому я думаю, что вот как-то, знаете, сочетание всех этих факторов привело к тому, что Россия временно ушла с первой позиции. Ну, она вернется, на ваш взгляд, в каком-то будущем обозримом? Обязательно вернется. Как же без России? Просто не понимаю. Мы обязательно что-нибудь такое сделаем. Да, ну, потому что это совершенно неожиданно. То есть даже, вот представляете, новостью для меня, например, да, как и для новостника, явилось то, что я не вижу в заголовках в последнее время слово «Раша». Это невообразимо после многих месяцев бесконечного обсуждения России. Ну, это, конечно, ирония, но правда, на самом деле... Ну, слушай, может быть, это хорошо, что Россия остановила гибридную войну против Америки. Может быть, нам все-таки это... Лучше как-то пытаться мосты выстраивать, да? Это, наверное, правильный был бы ход с точки зрения Соединенных Штатов и Российской Федерации. Одновременно не могу не упомянуть о том, что ожидаются санкции, Сергей. Вот в этом контексте интересно было бы вас спросить, какими эти санкции будут, на ваш взгляд? Потому что непонятно пока, да? Все ожидали, что вот вторая волна, ноябрьская, это будет очень жестко, ну, по крайней мере, жестче, чем августовская. Какие у вас прогнозы? Ну, опять, Екатерина, мы не знаем, да? Надо четко говорить, что хотя вторую волну санкций отменить практически, ну, практически уже невозможно. Россия не выполнила условия, которые выдвигает американский закон 1991 года. Вот он к России не имеет никакого отношения, он относится ко всем странам, которые применяют химическое оружие. Вот, соответственно, в законе написано, какие санкции могут быть. То есть санкции против компаний, банков с государственным участием, включая авиакомпании, совершающие перелеты в Соединенные Штаты Америки. Вот, но мне кажется почему-то, что вот масштаб этих санкций, он, конечно, может быть, будет более чуть серьезным, чем в августе, но все-таки будет не таким, не разрушительным. Я думаю, вы знаете, как сегодня ввели вот американцы санкции, да, там, не знаю, там, три каких-то сотрудника Министерства безопасности Луганской и Донецкой области, там пара крымских, там, тройка крымских санаториев. Ну, в общем, вроде как санкции ввели, да, но по большому счету эффекта от них никакого. Поэтому мне кажется, что все-таки эти санкции будут не настолько разрушительными, но, вы знаете, в санкциях важны, вот мне кажется, в американских санкциях, при уже президенте Трампе, важны не столько сама сила санкций, сколько то, что эти санкции вводятся достаточно регулярно. Да, вы смотрите, там был апрель, был июнь, был август, вот сейчас там в начале ноября, вот в конце ноября, да, то есть ожидание санкций, оно для российской экономики гораздо страшнее, чем сами санкции. Ну, вот, насколько я понимаю, исходя из того, что говорят здесь местные обозреватели и политологи, одно дело это санкции администрации, а другое дело совсем это санкции, которые сейчас переизбравшись и набравшись сил, будут вводить конгрессмены, которые очень ожесточены, дескать, в отношении России. Как вы думаете, можно ли ожидать действительно опасных, ограничительных мер со стороны именно законодателей? Думаю, что нет. Думаю, что это практически невероятно, потому что в Америке по Конституции внешняя политика является прерогативой исполнительной власти. В первую очередь президентом. Да, и традиционно Конгресс, независимо от того, какие отношения складываются между Конгрессом и Белым домом, не вмешивается в вопросы внешней политики. Вот, даже вот там, вспомните, прошлым летом, когда принимался вот этот суровый закон КАЦ, противодействие врагам Америки, который прошел там в Сенате 98 на 2, ну, что называется, практически единогласно. В общем, там не было ни одной санкции прямого действия. Там был набор санкций, было сказано, что администрация должна из этого набора что-то выбрать. Вот, поэтому я, ну, это будет что-то такое невероятное и выходящее, из ряда вон выходящее, чтобы сегодня, вот, тем более, что Конгресс расколок, на две палаты они представляют разные партии, чтобы они договорились о каких-то совместных санкционных действиях против России. Ну, для этого Россия, как мы с вами несколько минут назад сказали, снова должна выйти на первые полосы газет и совершить что-то такое, да, что потрясет американское общественное и политическое сознание до невообразимости. Вот тогда, наверное, Конгресс может занять какую-то более жесткую позицию, но в противном случае я не вижу для этого никаких шансов. Понятно, большое спасибо. Сергей Алексашенко описал не страшную ситуацию, перспективы наши обнадеживают. Благодарю вас за эту беседу. Надеюсь, скоро снова увидится в эфире RTVI. До свидания.